всем привет с вами я александр демидович сегодня 23 сентября 2020 года хочу а поговорить и поговорить о такой вещи но для начала всех полтовчан всех коренных полтовчан всех людей которые любят наш город поздравляю с таким с такой датой день освобождения нашего города я сегодня был на возложении я видел людей которые не байдуже к этой дате которые помнят чтут уважают те страшные события ту войну помнят погибших подавляющее большинство из которых до сегодняшнего дня не дожили но это достойно уважения но сейчас о другом 16 сентября мой товарищ роман зорин выставил опрос нашей группе с таким вопросом готовы ли вы голосовать за кандидата в мэры полтавы андрея карпова запятая полтава запятая вата шоу я вам скажу честно когда он начал свою деятельность под псевдонимом полтава я был честно говоря возмущен брать личное собственное имя города себе и называть себя так но с моей с моей точки зрения это непорядочно и неприлично это нехорошо и на сегодняшний момент если вы любой житель планеты земля решит погуглить город полтаву он наталкивается на этого человека на его всякого рода троллические интервью или как их назвать я честно говоря не знаю но вопрос так прозвучал потому что он начал обозначаться в такой апостаси и мэр города честно говоря ну мое мнение это мое давайте я оставлю его при себе я сейчас буду говорить о том как с игнорировали полтавчане на это итак первым лидирующим пунктом получилось нет я даже не допускаю такой мысли то есть полтавчане не допускающие мысли голосовать за этого человека составили 72 процента от пожелавших участвовать в этом опросе девятнадцать процентов сказали интересную фразу кто это этот пункт добавил сергей усенко человек известный своими жесткими вопросами на фейсбуке но имеет право быть и такой вопрос еще раз подчеркиваю девятнадцать процентов спросили кто это я вам честно скажу внятно ответить на этот вопрос я не смогу ну может кто-то может и девять процентов таки сказали да я готов голосовать за него я не знаю чем мотивировались эти люди я просматривал кто эти люди но вы знаете среди них есть и тех кто полтаве самому городу полтава имеют довольно мало отношения но сейчас они говорит не будем почти в каждом таком посте в вопросах я об этом упоминаю но к сожалению есть такие люди я начал задумываться все же ну задаваться вопросом согласитесь девяносто один процент либо не просто не собирается за него голосовать либо просто не знают кто это девяносто один процент девять процентов готовы за него голосовать я проанализировал деятельность андрея для того чтобы для себя понять как так случилось вы знаете я в немного был шокирован андрей работал и работает наверное я не знаю я не мониторю его деятельность аудиторию порядка 200 миллионов зрителей попытается на них работать это ну давайте говорить прямо постсоветское пространство он занимается жестким троллингом как они называют ватники жителей соседней страны несмотря на то что там тоже есть люди и у них разные мнения и на первой волне волонтерство которой я лично участвовал я могу сказать смело именно из той страны я получал финансовую помощь но это отдельная тема для разговора и так из двухсот миллионов я грубо округлил и уменьшил эту цифру реально на него реагировала где-то около 1 миллиона зрителей это составило 0,5 процента и скажем прямо из этих 0,5 процента подавляющему большинству его работа не нравилось но мне лично писали люди с возмущением как человек с таким под такой фишкой до полтава это люди знающий наш город которые бывали здесь которые родом отсюда они были возмущены его деятельностью но оставим эту цифру 0,5 процента допустим с каким-то уважением к нему относились и вот тут несостыковка у меня произошла 9 процентов полтавчан пожелавших участвовать в опросе сказали что готовы за него голосовать а реально если брать в масштабах постсоветского пространства на него реагирует менее 0,5 процента о чем это говорит о том что в нашем городе не все так хорошо и сладко оказывается около десяти процентов готовы голосовать за кого угодно может быть они готовы за него голосовать из расчета того что надоели прежние ну может быть давайте спишем часть голосов на это но часть голосов все-таки готовы сознательно голосовать за андрея карпова тире полтава тире вата шоу похоже не все так здравомыслим у нас в городе к сожалению есть такое ну а шо сделаешь это общество это демократия будет ли он баллотироваться до конца до сих пор не могу понять но то что он позиционирует себя еще и от политической силы я не знаю откуда они его знают наверное с ним добросовестно до начала существования проекта вата шоу играли в танчики весело им было там воевать но в результате он собирается быть мэром а в дальнейшем может быть и президентом я уже в этой стране ничему не удивляюсь честь имею чего и вам желаю а